МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шик и лоск. Депутаты и молодежь вышли на субботник. Я с удовольствием приглашаю всех бобручан присоединиться к нам. Какой фронт работы у активных горожан? Вот и осень пришла. В Беларуси ожидается ухудшение погодных условий. Важно обеспечить безопасную перевозку маленьких пассажиров. Как вести себя на дороге? Модное движение. В парке культуры и отдыха прошел марафон по скандинавской ходьбе. Для здоровья, для настроения, для общения. Кто получил заряд бодрости? А также долгосрочные перспективы и вагон впечатлений. Молодые специалисты поближе познакомились с городом, что запомнилось больше всего. Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Сотрудничество через расстояние. Рабочая неделя Александра Лукашенко началась со встречи с главой республики Саха. Только за прошлый год товарооборот между нашей страной и Якутией вырос вдвое. Несмотря на это, в 2024 в этом направлении видны просадки. При этом для Беларуси этот регион остается перспективным партнером. Сферы взаимных интересов у нас могут быть очень разнообразные. А сегодня они еще и предиктованы определенным давлением на нас с вами. Я имею в виду западные фашистские санкции. Как я говорю каждому российскому губернатору, если что-то попало под запрет, покупайте белорусское. Из направлений и совместной работы, которые может предложить наша сторона, белорусский лидер выделил горнодобывающую технику, строительную отрасль, обработку ювелирной продукции, контейнерные поставки и программы по социально-культурному обмену. Главный катализатор – подходящие объемы взаимосвязи. Осень на пороге. В Беларуси ожидается ухудшение погодных условий. В первые дни октября синоптики прогнозируют кратковременные дожди, также возможны туманы. Такая погода требует от водителей повышенного внимания и перехода на более сдержанный стиль вождения. Следует избегать резких маневров, разгонов и торможений. Пешеходам и велосипедистам стоит надевать яркую одежду повышенной видимости, а в темное время суток – пользоваться световозвращающими элементами. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении в дворовых территориях и проезде пешеходных переходов. Важно обеспечить безопасную перевозку маленьких пассажиров и использовать детские автокресла. За прошедшие выходные в Могилевской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 8 человек получили травмы. Выявлено 591 нарушение ПДД, задержано 15 пьяных водителей и 16 бесправников. 86 пешеходов привлечено к административной ответственности. Чистый город – общее дело. Бобруйский прошел субботник. Золотая пора зовет. Осень – традиционный период листопада. На пересечении Лынькова и Орджоникидзе председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынийская, депутаты городского совета депутатов, члены молодежного парламента при горсовете депутатов, молодые специалисты предприятий и организаций, учащиеся колледжей, взяли за инвентарь и навели порядок. Самое главное, что сегодня молодые бобруйчане, молодежь нашего города приобщилась и приобщаться будет дальше, я уверена, вот к такому мероприятию, к такому замечательному поводу навести порядок в нашем городе. И я с удовольствием приглашаю всех бобруйчан присоединиться к нам. Очень интересно принять участие с нашим горесполкомом, помочь им в облагораживании нашего города. Компания у нас хорошая, мы часто участвуем в таких мероприятиях, трудимся на благо нашего города. Благоустройство города – это одна из важнейших задач меня, как члена молодежного парламента и как самого жителя города. Мне нравится помогать. Классно принять участие в такой акции, мы все-таки делаем это для нашего города. Вообще, довольно часто принимаю участие в таких акциях, вот часто призовут, приглашают, я с удовольствием прихожу. По законам природы, сезон уборки листьев в самом разгаре. Сделать любимый город чище и краше может каждый. Не обязательно ждать инициативы. Сделать шаг навстречу труду каждый может сам. Добро пожаловать! Молодые специалисты, которые в этом году приехали на свое первое рабочее место, погружаются в жизнь Бобруйска. Для иногородних была организована экскурсия по историческому сердцу города. К культурному променаду присоединилась и Елизавета Липеева. Дань памяти и прикосновение к историческому прошлому Бобруйска традиционно стартует с посещения мемориала «Мужество и скорби». Место, пропитанное болью белорусского народа, никого не оставляет равнодушным. Здесь покоится порядка 20 тысяч человек, которые отдали жизни за наше счастливое будущее. Красные гвоздики одна за другой устилают знаковый комплекс. Не случайно, что знакомство с городом мы начинаем с территории крепости. Потому что здесь когда-то и появился Бобруйск больше шести веков назад, и здесь строилась крепость, когда-то крепость первого класса. Поэтому все это не случайно. И это важно для тех, кто начинает свой трудовой путь в нашем славном городе Бобруйске. Старшая сестра Брестской крепости Бобруйская цитадель – предмет внимания и с точки зрения истории и архитектуры. Обойти стороной один из центральных монументов города – табу. Крепость прочной нитью связана с событиями 1812-го Великой Отечественной войной. Для иногородних молодых специалистов арсенал фактов – предмет особого интереса. Мне город нравится, город красивый, город с богатой исторической культурой. Чтобы я хорошо принял город, сначала город применял меня. И принял он меня хорошо. Для нас организовывают разные мероприятия. То есть это турслеты, походы, экскурсии и многое другое. Бобруйск принял нас очень хорошо. По приглашению Игоря Николаевича мы побывали уже на хоккее. Сейчас для нас организовали экскурсию. Очень приятно, когда руководство города так заботится о молодых специалистах. Могу с уверенностью сказать, что здесь можно остаться и строить свое будущее. Территорию Бобруйской крепости новоиспеченные молодые специалисты изучают вдоль и поперек. Соборная площадь, комендантские офицерские дома, солдатские казармы приковывают взор неизгладимым отпечаткам истории. Очень классно, что мы можем вообще собраться молодыми специалистами, как-то познакомиться вообще, познакомиться с городом, вообще с историей. Очень интересно. Это было достаточно увлекательно. От экскурсии я больше всего как раз и ожидал, что мы пойдем в Бобруйскую крепость. Сразу мы посетили мемориал в честь жертвы Великой Отечественной войны. Потом посетили Бобруйскую крепость. Я в целом остался очень доволен. И даже погода нынешняя не смогла испортить этого впечатления. Культурный променад по историческому прошлому объединяет порядка 70 иногородних молодых специалистов. Несмотря на разные сферы деятельности, экскурс фокусирует внимание на одном – стремлении глубже узнать летопись города, где предстоит строить прекрасное будущее. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Не унывать. В Бобруйске прошел республиканский марафон по скандинавской ходьбе. Резкое похолодание – не преграда. В преддверии Дня пожилых людей несколько десятков бобруйчан серебряного возраста с зарядом бодрого настроения предвкушают начало спортивного праздника. Ретивый ход со старта. Самое актуальное и полезное движение для людей почтенного возраста – скандинавская ходьба с каждым годом только набирает обороты. Уже позитив просто передать не могу. Это же движение, а движение – это жизнь, возраст ни при чем. Каждый год принимаю, и в том году было, и в этом году. Для здоровья, для настроения, для общения. Конечно, здорово. Мы в таком возрасте, что нам собраться – это настоящий праздник. И сегодня все люди пожилого возраста, мне уже 80 лет, но я постоянно в этом коллективе. Шаг к долголетию. Активное участие в традиционном марафоне по скандинавской ходьбе – прямое доказательство бодрого запала людей старшего поколения. Мы продолжаем наши прогулки. Сразу после новостей – новый выпуск историко-культурного проекта «Старый город». Кто дом построил и кто в нем жил – мы отправляемся к зданию по Комсомольской 34. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА